Здравствуйте! В эфире мои Удмуртии новости в студии Марина Баль. Сегодня в Удмуртии пишет последние ИГЭ по обществознанию. Между тем пришли результаты уже сданных экзаменов и у выпускников началась битва за баллы. Школьники штурмуют апелляционные комиссии, чтобы повысить свои оценки. Слово Елене Лебедевой. В этой аудитории выпускники, кто первые, подали заявление на апелляцию. Всего 19 человек. Через мгновение они начнут оспаривать результаты по литературе. Томительные минуты ожидания. Все ради того, чтобы отвоевать хотя бы один балл. Даша Ковалева с мамой приехали из Игринского района. Проснулись в 5 утра, чтобы быть в Ижевске без опозданий. На ЕГЭ по литературе Даша набрала 66 баллов. Считает, могла бы больше. Не хватило времени. Давалось очень мало времени. У меня вот, например, она знает предмет и просто-напросто не успела переписать сочинение с черновика на чистовик. Для такого объема сочинения не хватает 4 часов. Этого очень мало. Для того, чтобы в полной мере можно было написать то, что ты знаешь, полностью показать свои знания. Экзамен по литературе сдавали больше 500 выпускников. 22 школьника ЕГЭ завалили, не дотянув и до минимального порога. Но есть и два стобальника. Хорошисты сегодня тоже спорят за оценки. Ведь от каждого балла зависит, как сложится жизнь. Сейчас за этими дверями работает конфликтная комиссия. Идет экспертиза материалов ЕГЭ. Посторонним в аудиторию вход строго запрещен. Ведь, как и на экзамене, весь процесс ведется под видеонаблюдением. Работу апелляционной комиссии нам разрешили снимать только из коридора. В аудитории слышен легкий шепот. Школьные учителя и преподаватели вузов вместе с ребятами просматривают задания. На все про все отведено определенное время. Но зачастую в норматив не укладываются. Мы, как правило, всегда идем с опозданием. Потому что, если предмет от предмета отличается, мы стараемся максимально внимательно и аргументированно объяснить те критерии, по которым произведено оценивание. Повысить результат и отвоевать баллы не получается у большинства. Вот и Даше Базиной не удалось. Мама, переживая за дочку, не может сдержать слез. Вы знаете, я ее очень люблю. У меня талантливый ребенок. Мыслит не традиционно, не стандартно. В принципе, 73 балла. Это балл достаточно высокий для того варианта работы, который был у нее. Потому что вариант был очень сложный. Достаточно сложные темы. Символизм 20 век. Некрасов и Блок не слишком обширно освещается в школьной программе. И, в принципе, такая очень скользкая дорожка. Впереди апелляции по остальным экзаменам. На днях должны прийти результаты ЕГЭ по русскому языку. А спорить оценки по этому предмету можно будет 17 июня. И только после всех конфликтных комиссий станет ясно, как выпускники Удмуртии справились с единым госэкзаменом. Елена Лебедева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии зрелит сенсация. Бессермян, и народ, который, в общем-то, только в нашей республике и живет, решил выяснить, откуда он такой взялся. Елена Слесарева выяснила подробности. ФАУ в деревне Юнда Болезинского района на день стал одной из площадок международного генетического проекта «Генографика». Институт общей генетики Российской академии наук с зарубежными коллегами решили выяснить происхождение бессермянского народа. Калини, Михаил, Чеевич, Алексеевич. Ученых интересует только мужчина. У женщин нет Y-хромосомы, именно она несет большую часть информации. Выявляется гаплотип, так называемый наследственный паспорт. У каждой этнической группы он свой. ДНК происходит с определенной периодичностью мутации, и поэтому эти мутации закрепляются, и анализируя время происхождения их мутации, конкретные места этих мутаций, можно определить, где жил далекий предок довольного человека. Возможно, по итогам исследований у Ангелины Урасиновой уже не будет проблем с ответом на вопрос, кто же такие бессермяне. До сих пор этот вопрос висит в воздухе, кто у них, кто у них, откуда они, кто такие. Но они есть. Они вот, видите, жили между удмуртами, бессермяне жили между удмуртами, татарами, русскими, их терли как на терке, я говорю, вот сравнивая. Но ничего, живы-здоровы. И со своими национальными обрядами, такими обычаями остались, со своей вот одеждой. Удивительно. По данным переписи 2010 года, бессермянами себя назвали чуть более 2000 человек. Немного. Хотя цифра переписи 1926 года иная, их было около 10 тысяч. Но после народ исчез из официальной статистики на долгих 65 лет. В 1992 году Президиуму Верховного Совета Республики пришлось принять постановление о восстановлении исторического имени бессермянского народа. Раньше было молодость, и как бы бессермяне, бессермяне как бы обдывались, что ли, обидно вроде как бы было. А сейчас уже как-то все решилось это все дело, и вроде как бы и горло, что ты бессермянин. Николай Калинин – один из тех мужчин, который сдал кровь. Говорит, нужно восстановить историю. Сегодня ученые с уверенностью говорят о том, что гаплогруппы бессермян и удмуртов отличаются. Можно предположить, по крайней мере гипотезы, что кто-то, либо купец, либо воин, либо пленный, либо еще кто-то, в средние века попал в район Прикамья. Предположительно, возможно, женился на удмуртке. Его потомки перешли на удмуртский язык. Но гены именно показывают, что, по крайней мере, часть потомков, часть бессермян принадлежат к гаплогруппе, которая распространена на балканах. Итоги исследования будут озвучены через год, и, возможно, вместо разных гипотез появится аксиома. И этим детишкам будут рассказывать уже другую, более уверенную историю бессермянского народа. Лена Слесарева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске официально открыт пляжный сезон. Торжественное мероприятие по этому случаю пройдет в День города. 12 июня в преддверии праздника спасатели по традиции провели плановые учения и дали ценные советы, о чем нужно помнить, чтобы отдых на воде не обернулся трагедией. Быстрое погружение и молниеносная реакция. Ижевским водолазам приходится работать на большой глубине и в прямом смысле на ощупь. Условия непростые даже по меркам профессионалов. Видимость под водой Ижевского пруда не больше 30 сантиметров. Несмотря на это, задача, поставленная на учениях, полностью выполнена. Затонувший манекен обнаружен и доставлен на берег по всем нормативам. А это уже спасение с катера. По легенде, с берега на помощь тонущему выдвигается группа спасателей. Считанные секунды и помощь оказана. В этом году купальный сезон официально уже открыт. Спасатели и городские власти подчеркивают, в Ижевске действует только один санкционированный пляж рядом со спасательной станцией. На этом участке обследовано дно, установлены буйки и круглосуточно дежурят спасатели. В случае экстренных мер помощь придет незамедлительно. Там, где официально не разрешено купание, там мы выставляем аншлаги предупредительные о том, что эти места опасны для купания граждан. То есть, не оборудованы в общем. Соблюдать меры безопасности на воде спасатели рекомендуют и любителям прокатиться на катамаране и серфинге. В этом году случаи, когда приходилось вытаскивать из воды тонущих экстремалов, уже были. Отдельная тема – дети. Днем многие школьники приходят на пляж без взрослых и лезут в воду. У нас очень много детей, которые ходят без присмотра. Сейчас у них каникулы. Я бы хотел сказать, чтобы родители следили за своими детьми. У нас приходят на наш пляж и купаются без родителей очень много народу. Температура, например, 30 градусов, вода у нас 18 градусов. Разница температуры, соответственно, происходит спазм. То есть, это очень опасно. Несмотря на наличие всего необходимого оборудования на станции, спасатели рекомендуют горожанам все же судьбу не испытывать. Далеко не заплывать, тем более заходить в воду пьяными. Софья Цыгвинцева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Отмечать день города в Ижевске уже начали. Состоялось первое мероприятие. Одаренные дети получили гранты от администрации города. С юными талантами пообщался Евгений Черепанов. На первый взгляд, эти юноши и девушки такие же, как и сверстники. Но каждая из них – личность выдающаяся. Победители олимпиад, конкурсов и фестивалей. В том числе международных призеры российских и зарубежных спортивных соревнований, теперь отмеченные городом. Вероника Оглезнева прошлым летом поставила два мировых и пять европейских рекордов по пауэрлифтингу. Достижение не осталось без внимания. Это очень приятно. Ты целый год работаешь и потом получаешь заслуженную награду. А вот Анастасия Гущина попала сюда благодаря иностранным языкам. Девушка учит их с детства, свободно владеет английским, немецким и французским. В прошлом году победила на региональной олимпиаде. Теперь собирается на всеороссийскую. Знаменитая фраза на французском стала ее своеобразным жизненным кредо. Кто не рискует, тот ничего не имеет. И, в общем-то, по жизни, кажется, нужно этому следовать. Дипломы и гранты в 25 тысяч рублей от главы Ижевска получили 74 одаренных школьника. Хотя деньги – это не главное, считают депутаты Гордумы. Тут не столько вот этот материальный стимул, потому что сейчас, вы знаете, что формируется портфолио. И ребенок в 7 лет уже знает, когда он пойдет куда-то поступать, учиться, работать. Обязательно будут смотреть, каких достижений он, что он достиг за эти годы обучения. Вручение грантов одаренным детям – лишь первое в череде мероприятий к Дню города. Уже послезавтра ижевчан ждут сразу несколько концертных, театрализованных и праздничных площадок. Весь день горожане могут наслаждаться встречей с друзьями, праздником, эмоциями. Поэтому всех приглашаю на праздник. Евгений Черепанов, Юрий Егоров, телеканал Моя Удмуртия. И последнее. Сегодня Ижгор Электротранс предупредил об изменениях в маршрутах трамваев и троллейбусов. Все из-за праздника. 12 июня они будут курсировать по субботнему расписанию, но количество рейсов вырастет. Трамвай номер 3 будет возить пассажиров с 12 дня до половины седьмого вечера. Больше всего изменений в расписании троллейбусов с 10 утра. По Пушкинской не будут ездить первые и седьмой маршруты. Их перенаправят на Удмуртскую. Четвертый троллейбус в день города совсем уберут. С восьми вечера частично перекроют движение на улице Горького. Поэтому шестой и девятый троллейбусы будут ходить только до собора Невского. Уточнить детали праздничного расписания электротранспорта можно на сайте ИЖГЭТ. На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.